Красива и плодородна славянская земля. И еще, самое главное, она богата на таланты во всех сферах жизни. В конце учебного года по сложившейся доброй традиции проходит награждение тех, кто своими творческими успехами и победами прославляет наш муниципалитет. Лучшие учащиеся и педагоги демонстрируют упорство в достижении поставленных целей, любовь к своему делу и настоящий профессионализм. Смотрите наш репортаж с церемонии чествования созвездия талантов 2022. Наследуем, развиваем, приумножаем. Именно под таким девизом прошла нынешняя церемония. На этот прекрасный праздник были приглашены отличившиеся ученики и талантливые учителя со всего района. Созвездие талантов стало символом высокой самоотдачи, одаренности, целеустремленности и вдохновенного труда. Сейчас очень важно мотивировать детей, кроме уроков, поймать в них вот эту искру, желание что-то исследовать и изучать. Вы знаете, я не первый год занимаюсь одаренными детьми. Мы с ними готовим проекты на различные конкурсы. Работаем в основном по лексикологии, языкознанию. В этом году моя девочка Юдина Наташа участвовала в конкурсе практических, инновационных, творческих проектов учащихся. И она стала призером на муниципальном этапе. Детям интересно всегда познавать что-то новое. Да, мы с Виолетой Белокринницкой, учащейся 11 класса, в прошлом году участвовали в Леонардо в Москве. А в этом году она стала победителем регионального этапа конкурса научно-исследовательских работ «Эврика». И даже стала участницей «Шаг в будущее». Это международная конференция в городе Москве, но она проходила дистанционно. И вторая моя учащаяся, Игнатенко Ксения, она тоже стала финалистом конкурса Леонардо в городе Москве в этом году. Это моя гордость, это мои звездочки, я их так всегда называю. Нам есть кем гордиться. Множество учащихся района участвуют в олимпиадном движении. Растет количество участников всероссийских международных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов. И, конечно же, эти успехи не состоялись бы без учителей. Самые добрые слова прозвучали в адрес ребят и их педагогов в этот день. Каких затрат сил и времени потребовали достижения юных славянцев. И вот на сцену городского дома культуры выходят лучшие. И всех их от чистого сердца поздравляют с победой. Мне приятно видеть огромное количество одаренной молодежи. Замечательных детей, которые трудятся на благо развития нашего района, Краснодарского края и всей России. Дорогие ребята, я хочу сегодня сказать вам огромное спасибо за то, что вы стараетесь, вы делаете, вы побеждаете. Ваши имена громко звучат на территории всей страны. Уважаемые педагоги, дорогие мои коллеги, огромное вам спасибо за то, что вы делаете. За то, что вы умеете вовремя увидеть этот хороший, замечательный талант. Вовремя его развиваете и выводите сюда на сцену. По праву чествуют тех, кто добился реальных успехов в интеллектуальной деятельности. На сцену приглашались призеры и победители регионального конкурса дошкольников и младших школьников «Я исследователь». Призеры и победители муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также интеллектуальных конкурсов, олимпиад, научных конференций. На сцену для награждения приглашались педагоги, подготовившие и отличившихся учащихся. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил творческое горение ребят и то, сколько тепла, внимания и заботы дарят ученикам их наставники, люди самой нужной и благородной профессии. И хотел бы выразить вам, ребята, искренние слова благодарности, предстательности за ваш труд. Вашим талантливым педагогам, наставникам, что могли разыскать, вскрыть ту изюминку, которая сожглась на небоскопе. И сегодня мы вас чествуем, вы сегодня победители олимпиад, вы наше будущее, будущее района, будущее края, будущее страны. Ну и от всей души хочу вам пожелать всем крепкого здоровья, успехов, удачи и всего самого доброго. Труд учителя требует высокого профессионализма и постоянного совершенствования и заслуживает искреннего признания и благодарности. Ежегодно на созвездии талантов Славянского района зажигаются новые звезды и некоторые из них, приходя первый раз на эту сцену, мы видим, как это сказать, большого приближения телескопов. Теперь мы их видим невооруженным взглядом, когда они становятся серьезными и уже подготовленными исследователями и нашими будущими коллегами-педагогами, кто-то из них станет и войдет в нашу историю в различных отраслях экономики нашего района и края. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский прекрасно знает все тонкости благородной учительской профессии и считает, что нынешние учителя достойно продолжают лучшие традиции нашего образования. Но мы понимали, что в наших руках самое дорогое, что есть, дети. И учитель шел в класс, шел в аудиторию, открывал кружки для того, чтобы передать теплоту своего сердца, чтобы развить те таланты, которые есть у ребят. Неталантливых детей не бывает. И мы, взрослые, должны сделать все для того, чтобы эти таланты раскрыть. Когда идешь по этой выставке, которую развернули сегодня, будущее Курчатовы, Королевы, Менделеевы, понимаешь, вот оно, будущее страны. И очень важно их поддержать. Ребята, вам сегодня много хороших вещей пожелали. А я вам пожелаю, не задирайте нос. Продолжайте. Занимайтесь. Для кого-то это, возможно, будет смыслом жизни, будущей профессии, специальности. Для кого-то просто, вот, хорошим временем, временем детства. И то, и то, и правильно. Спасибо вашим родителям, это первые учителя, которые вас поддерживают. Награждаются педагоги, подготовившие призеров регионального этапа Всероссийских Олимпиад и финалистов Всероссийских фестивалей и конкурсов. В их числе были учитель русского языка и литературы Оксана Никонова и учитель биологии, химии и физики Виолетта Олейникова. Настоящая литература, она слушается на уроках всегда, независимо от того, какое время. Точно так же детские глаза раскрываются, детские души распахиваются навстречу живому литературному слову. И мы работаем. Мы на своем посту, и деток мы воспитываем и будем воспитывать. С сентября-октября, если у нас есть победы, мы уже знаем, что хорошо, наши дети будут стоять на сцене, мы уже гордимся этим. И это очень востребовано, чтобы детей почествовали за их награды. Очень много талантливых и творческих детей. И вот один из них, ребенок, это ученик пятого класса, Давыдов Иван, попробовал свои силы и стал призером Всероссийского конкурса «Леонардо». Также занял первые призовые места в муниципальном конкурсе «Эврика». Сегодня он представляет свою работу, и мы рады, что мы сегодня здесь участвуем в этом праздничном мероприятии. И вот наступил самый торжественный момент праздника. Вскрывается конверт с именем победителя в номинации «Ученик года». Для награждения приглашается Алексей Абаев, учащийся 10-го класса 3-й средней школы. Он стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по литературе, абсолютным победителем Всероссийского литературного конкурса «Класс», призером и победителем целого ряда конкурсов и олимпиад. Выступая после награждения, Алексей Абаев поблагодарил всех, кто помог ему на нелегком пути знаний. Я на эту церемонию попал, наверное, в пятом классе впервые, и уже тогда с перехватывающим дыханием смотрел на объявления фамилии лучшего ученика года. Мне помогли мои учителя, причем учителем нужно называть не только педагога, который работает в школе. Учитель – это тот человек, у которого ты учишься. И таких людей сегодня в зале и вообще вокруг меня великое множество. Да, учеба никогда не прекращается. Я составил примерный план на 11 класс, и кроме слова «учеба», там иногда мелькает отдых. Однако, в любом случае, впереди объем работы еще больше, чем мне пришлось проделать. И я все-таки рад, что могу ставить перед собой такие большие цели. Называется имя победителя в номинации «Педагог-мастер» 2022 года. Победила наставница Алексея Абаева, учитель русского языка и литературы третьей школы Юлия Булах. Громкими аплодисментами приветствовал зал награждения лучшего учителя. То, что меня назовут педагогом-мастером, я не ожидала. Поэтому меня, конечно, переполняет гордость. Я рада, что получила признание, что педагогическое сообщество так, скажем, оценило мой труд. И я думаю, что нас ждет немало побед новых и таких же ярких. Русский язык и литература понравилась мне больше всего. И сейчас, когда уже прошло столько лет, я понимаю, что это возможность научить детей нравственности, доброте, гуманизму и вырастить из них настоящих людей. Поэтому литература для ребят, ребята и их победа для меня. И в этом учительское счастье. Да, это настоящее учительское счастье. Видеть, как твои ученики добиваются реальных достижений, побеждают на олимпиадах и конкурсах. В этот день в Большом Зале Городского Дома Культуры зажглось целое созвездие талантов. Благодаря трудолюбию и одаренности славянских учеников и их педагогов и дальше будут развиваться наш район, Кубань и вся Россия. Дорогие друзья, мы гордимся ваших расширений и победами. Ваши старания и решительности, активизм и смелость с вами встигает веру в будущее нашей великой природы. Единое и целое идет, и облако белое и все, что прожит доброе, и в небе на свете неверима мне. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Продолжение следует...